Привет, бро! Меня зовут Пози! Сегодня мы с тобой продолжаем играть в Pit People и похоже это у нас уже финальная часть, потому что нам осталось пройти совсем немножечко и сейчас мы с тобой будем проходить сюжетные миссии. У нас здесь открылись сюжетные миссии возле ворот и первая миссия называется вам письмо. Доставьте письмо ушедшему в отставку, но легендарному генералу Костарду. Ладно, выбираем это задание. Здесь три скелетика из пяти. Это значит сложность задания. И нам за это дадут всего лишь 50 голды. Это очень мало. Ну ладно, выходим за ворота. Нас ждут великие приключения. Мортиры не могут стрелять вплотную. Использую это. Что такое мортира? Для начала бы узнать. Ладно, нам нужно выехать за пределы. Кстати, наш замок стал каким-то фиолетовым. Помните в предыдущей части, когда мы завершали игру, медведь перенес замок? Ух, как я давно хотел это сказать. Вам письмо. Доставка не удалась. Что, простите? Что, вы открыли яму? В яме можно сыграть сложнейшее задание против ИИ или сразиться с друзьями или другими игроками. Также можно играть по сети изнутри ямы. Так, стоп. Я это уже где-то видел. Ладно, давайте выберем тогда другое задание. Доставьте письмо. Этому уже пробовали. Давайте вот это, почему бы и нет. И выходим за ворота. Ребята, приключение час. Ждут другие земли нас. Так, нет-нет, пока что сражаться мы не будем. Мы едем четко по нашему курсу. Куда показывают эта желтая стрелочка мигающая. Как только мы туда приедем, сражаемся с кем хотим, серьезно. Ну а пока что мы должны отстреливаться. Пушку отпугиваем. Монетки, монетки, халявные монетки. Так-так-так, нет, нужно подняться наверх. Фууу, я чувствую себя каким-то стехомом, который уворачивается. Дай мне пройти. Есть, успел. Люди Лаванезии, кто это? Готовы ли вы к вторжению моей армии пожарных? Эм, нет, спасибо, спасибо, но нет. Извините, конечно, но я просил свой айсберг дрейфовать сюда. Может, в следующий раз вы будете внимательнее следить за своими вулканами? Ох, щас что-то будет. Айсберг, ты про ту льдышку, плывущую в воде? Плывущую, что? Я её еле-еле вижу. В этом, собственно, и проблема. Мой дом растаял из-за этих негодяев. А, это мы с пингвинчиком болтаем. Секунду, ты же сказал, что ты дрифовал сюда. Почему они в этом виноваты? Хватит! Потушите их, мои пожарные! Погасите эти огни навечно! Короче, мы должны сейчас сработать пожарниками. С радостью, босс! Да начнётся тушение. Мой большой зад делает большие какули. Оу, щит! Зачем я это вслух посчитал? Задело! Так, мы должны тушить... Тушить что-то. Огни какие-то тушить. Так, пожарники, идите в баню. Эй, за вас здесь не останется горячих девушек? Вы поняли, о чём я? Вперёд! Наконец-таки новый батл. Я скучал по этому. Ну что ж, куда мы с тобой пойдём? Пойдём сюда. А ты пойди налево. Короче, ходим вообще вперёд всё время. Посмотрим, что из этого получится. А, у нас ещё есть и подкрепление. Вперёд в атаку! Мы должны всё потушить. Так, орк, иди туда. Да какой орк? Циклоп. Я вечно путаю циклопов и орков. Какая разница, циклоп ты или орк? Когда тебе добавляется плюс один левел, нужно праздновать. Так, что они сейчас будут делать? Они очень сильно мутузят этих ребят. Всё, сейчас он уже умрёт. У него шансов уже на выживание вообще не осталось. Их трое, а мой циклопик он один. Ладно, видимо, мы потеряем одного, к сожалению. А нет, он отошёл назад. Слушайте, это нам даже на руку. Может, кого-то сможем убить. Так, стоп, а София, какого фига она здесь стоит? Эй, София, ты чего там халтуешь? Ты должна тоже помогать нам. Ох, циклопик, держись, пожалуйста. Его заморозили. Что? Так, растопите этот лёд срочно. Растопите его. Растопите его, ну же. А, его не растопят за этот ход, видимо. Главное, чтобы этих пожарников не уничтожали. Есть, мы одного убили. Тысячу ходов пришлось делать. И мы кого-то хотим разморозить. Смотрите, он приблизился к своему дружку, который превратился в глыбу льда. Итак, София, точнее пипистрела. Сейчас мы с тобой будем идти на полное уничтожение. Опа, одного почти убили. Когда мы его добьём? Почему он такой неубиваемый? Мы ему по одному хп наносим. Что-то он какой-то слишком долгий. Это прям какой-то босяра среди этих. По-другому не назовёшь. Ладно. Сейчас мы будем это всё исправлять. Тогда Горацио пойдёт сюда, будет сзади его ещё атаковать. А ты, пипистрела, встань впереди. Прикрывай нашего дружка, потому что хп у него почти не осталось, а за ним заложена гигантская опасная миссия. Он должен других разморозить. Спрятался за дом и думает, что его не видно. Хе. Наивненький. Так, давайте поджигайте его. Одного ещё убили. Отлично. Есть, мы ещё и дом, кажется. А, я думал, мы дом сейчас растопим. Это всё превратилось в глыбу. Блин, да когда же мы убьём-то его? О, ладно. Будем идти в атаку всё время. Будем просто атаковать, атаковать, атаковать. Возможно, что-то получится. Давайте, все троём его бьём. Бросаем его топорик. Циклоп. О, да, мы его оглушили. Мы его почти уделали. Видите, он уже напуган. У него хп там не осталось. Я за домиком ничего не вижу, что там происходит. Ладно, давайте, последняя атака. Еее, левел ап, левел ап. Еее. А, фу, мне показалось, это ещё враги. Фу, спасибо, мне всегда говорили, что пожарные добряки. То есть, они же пожарные, чем им так не нравится огонь? Ага, все живы и здоровы. Твои соседи, по-моему, заморожены. А, ну, они скоро тают. Ещё раз спасибо. Есть, мы выполнили хвостик. Нам начисляются монетки. И теперь у нас полный комплект бойцов. И также у нас открылся рынок, в котором мы можем покупать различных бойцов и всякую экипировку. Давай с тобой заценим, что это такое. Тут у нас продаётся раннер, тетра, какой-то чувак с косточками. Также у нас есть какие-то статуэточки. Но это нам всё пока что не нужно. Это, я думаю, уже можно будет потом. Это всё наёмники за 7 тысяч голды. Короче, они хотят очень многое, но от них пользы особо никакой. И вот финальное задание. Сюжетная миссия. Так, я беру эту миссию и направляюсь в путешествие. Фууу. Не все персонажи на карте мира являются врагами. Ну да, ты же не мой враг. Так, и нам показывает стрелочка спускаться вниз. Хорошо, видимо, сейчас нас ждёт далёкое-далёкое приключение. Нам придётся идти на другой конец мира, чтобы оттаскать того гигантского злого медведя и уничтожить его. Надеюсь, мы сражаемся против медведя, А то тогда я вообще ничего не понимаю, потому что сюжет здесь довольно странный. Так, спускаемся вниз. Опа, опа! Это штурм города! Ааа, я слышал, кажется, об этой миссии, она довольно долгая. Так, ладно, тогда нам придётся сейчас немножко поштурмовать. Эй, ты, девчушка, кажется, мне до боли знакомый. Чувак, это же принцесса из замка, которую мы разнесли. Ха-ха, точно, ты прав. Давайте устроим им взбучку. Чего-чего? На нас напали, защищайте ворота. Так, да начнётся пир. Короче, нам придётся сейчас штурмовать замок. Это будет очень тяжело, поскольку нас всего лишь шесть. Давайте посмотрим, на что потом способен наш единорожка. Он же у нас, вроде бы, рожком этим стреляется. А, кстати, это даже неплохо. Он как ракета работает. Да, он им действительно стреляет. Я думал, это какая-то шутка, какой-то пранк. Оу-оу-оу, что это означает? Смещаемся все в разные стороны. Вот сюда, единорожка, подходи поближе. Лучники ещё добавились. Так, как нам забраться на территорию замка? Вот это самое интересное. Ты защищай кексик. Кексик будет лечить других. А волшебный пони... Остаётся волшебный пони, который стоит на одном месте. Оу-оу! Сейчас будут ворота уже разрушены. Есть! Убили ворота! Они пробились через ворота! Поднимайте тревогу! Поднимайте тревогу. Времени у вас почти не осталось. Сейчас мы вас всех разнесём здесь. Главное, чтобы наш кексик оставался живым. Если кексик умрёт, то мы тогда не сможем восстанавливать свои жизни. Так, идём по левой стороне. Мне кажется, там будет получше. Горацио, ты идёшь первым. У тебя есть щит. Кексик, ты идёшь сзади. А ты встань за колонну. Так, уворачиваемся. Фуууу. Мы уже идём на второй фланг. Это означает, что мы скоро проберёмся ещё к следующим воротам. Того лучника я уже трогать не буду. Я думаю, с ним мой единорожка разберётся. А, нет! Кексик остался в боевой зоне! Кексику конец. А, нет, он ещё жив. Кексик, живи! Софья идёт вперёд. И Горацио идёт вперёд. А наша волшебная единорожка направляется чуть-чуть левее, чтобы стрелять в того лучника, который нас уже задолбал. Брутус у него имя. Брутус! Звучит как заклинание какое-то. Да хватит кексик атаковать! Чё вы такие мерзавцы? Слабых всё время атакуете. Нашли бы все врага, который сможет с вами поравняться. Кексик и пони должны держаться вместе. А, кексик повысил левел! Есть! Он восстановился. Теперь у нас у всех почти полное хп. Даже у единорожки. Откуда они сзади подходят? Эй! В откуда взялись? Эээ, ты тоже идёшь к воротам. И ты идёшь к воротам. Очень надеюсь, что мы сейчас можем преодолеть всю эту гигантскую преграду. Слушайте, оборот на самом деле не так уж и тяжело можно сломать. Можно просто встать вот так вблизь к воротам. И всем троём бить. Мирно, дружно. Вот у них уже вмятина там появилась. О! Пони! Наносит 21 урона своим рожком! Вау! Так, пепестрела. Нужно сделать коронный удар. Подвинься немного. Летающий корабль! Время умирать, мягкие черепушки! Ахахаха! Это, видимо, босяра какой-то. Нам нужно его уничтожить. Если мы его сможем убить, то у нас будет всё в шоколаде. Так, кексик хильпони! Почему эта битва такая бесконечная? Кстати, у этого босса нет руки. Хельмитор. Хм. Это очень интересно. Убили единорожку! За что? Нет, они убили единорожку! Ладно, тогда мы убьём вашего босса. Держись, кексик. Это твой решающий бой. От тебя многое зависит. Гельмититы, отступаем к шаттлу! Ну уж нет! За ними! Так, они сейчас собираются улетать? Вы куда соб... Не понял. Что? Мы в шаттле! Это невероятно! Всё в порядке! Мы с ними справимся! Да я не об этом! Какого фига мы здесь делаем? What the fuck? Почему мы на шаттле? Так, а куда нам идти тогда? Ладно, идём вперёд. А, мы типа должны выломать корпус у этого кораблика. Продолжаем атаковать. Мы выламываем этот шаттл. Оу-оу-оу! Что это? Тигровая шкура! Ну их здесь двое, поэтому есть шансы на выживание. Чего? А ну-ка быстро! Что-то там было написано, я не успел прочитать. Но это уже финал! Убили кексика! Так, сейчас мы рассчитываем только на поддержку нашего уровня. Надо ждать того самого момента, когда мы будем повышать свой левел. Это за короля Папа Стрелу! Папа Стрелу! А, Пипи Стрелла и Папа Стрелла! Забавненько! А, так это он скинул обломок на отца Пипи Стрелла! Ммм, вот мерзавец! Мы должны ему отомстить! Когда-нибудь мы его убьём. Но это совершенно другая история. У них уже некуда отходить, смотрите, они уже на пульте управления стоят в корабле. Оу! Неловкая ситуация получается. Ну, я вас понимаю, мы пришли сюда мстить, поэтому мы вас будем гнать по полной. М-м-м-мой шлем! Ха-ха-ха! Стоп, серьёзно? Какой петух? Кудах-тах? Что? Мы сражаемся против гигантского петуха? Мы сражаемся против гигантского попугая? Что за наркомания происходит здесь? Эй, пиппи, очнись! Да, никогда бы не подумал, что нам придётся сражаться против гигантского петуха, который улетает в космос. УДАР! Есть! Убили! Мы убили петуха! Мы убили финального босса! А где субтитры? Пройден квест! Корона кармы мы открыли достижение! Так, и что сейчас произойдёт? Вы достаточно неплохо сводили концы с концами, мои маленькие червячки. Но всё же я могу сомкнуть свою лапку и раздавить вас как чернику, которая росла на позорной ферме Горацио. Ты вгоняешь меня в депрессию, пипп. Что не так? Твои руки по локоть в крови со сладким привкусом мести. Проблема решена, верно? Так перестань же хмуриться! О, вы припекли друг другу, как мило! О, Горацио, тебе нравятся гензели? Как тебе такие гензели? Да! Шшш, вот, держи маленькую мороженку, я знаю, как ты их любишь. Ну ладно, голодай! Какой неожиданный поворот, а, Горацио? Кстати, о неожиданных повор... Кстати, о неожиданных поворотах, мне кажется, что тебе и твоей команде, отщепенцев, пора возвращаться на никчемный булыжник, который вы называете домом, где вы будете гнить в отчаянии до скончания ваших дней. Оу, сайонара! Сайонара по-японски значит отправляйтесь подыхать. А ты что-то знаешь в японском? Заткнись, я убью тебя! Быть злым так утомительно, надо бы позавтракать сегодня утром. Наверное, тебе стоило подумать об этом до того, как ты выбил мороженку из своих рук. Как вы вообще дышите в космосе? Я, конечно, не ученый, но... Бум! В яблочко! Пойдем смотреть на землю! Вы прошли все сюжетные задания, включенные в ранний доступ. Вы все еще можете сражаться в яме, исследовать мир, проходить бонусные задания. Серьезно? Мы все прошли? Да ладно! Игра сделана с юморком! Здесь очень много черных шуточек, хотя игра для детей. Ну что ж, бро, надеюсь, тебе понравилось это прохождение, если это так, то обязательно лепи лайк, подписывайся на канал, если ты еще не подписан, и увидимся с тобой в следующих видео. Всем адьёс! Субтитры сделал DimaTorzok